здравствуйте друзья поговорим в очередной раз на тему того как у меня идет процесс очищения от грибков сегодня у нас 15 мая 2018 года очередной отчет 34 и 156 и на той неделе я рассказывал то что у меня сильно аллергия сопли я чуть позже начал анализировать почему это все происходит людмила мне вот тоже писала то что я ей сказал что у меня два года не было аллергии потому что я голодал был на сыроедной диете на сыроедном питании все было хорошо но и мы так немножко поговорили и после этого я еще думал какие могут быть варианты почему почему аллергия такая сильная появилась и в общем понял то что что-то как-то все-таки питание моё последнее но не очень корректно и не очень правильно хотя может быть с точки зрения организма как бы ему виднее но в любом случае я на этой неделе начал делать трансформации я понял то что вот например на прошлой неделе я употреблял яйца в смятку и яйца в смятку я проанализировал как бы больше никаких у меня подозрений не было кроме яиц в смятку особо ничего не ел все остальное было такое вегано-сыроедное и я понял то что яйца в смятку закрепляют соответственно соответственно ну а если да какие-то проблемы вот с пищеварением если пищеварение не очень быстро это если где-то что-то закрепляется то отсюда и все остальное начинает вытекать вытекать то в прямом смысле через нос начинает и через другие выделительные системы кроме основной все остальное все это пытается организм пытается вывести через остальные выделительные системы и я также вспомнил то что когда у меня была аллергия после того как я наелся творога я ее решил очень довольно таки просто просто кружка эсмарха вот и подумал то что как бы да надо надо лечиться и как всегда любые проблемы со здоровьем в личном я решаю супер универсальным средством называется кружка эсмарха и плюс еще к ниже вегано-сыроедное диета питание на диета слово не очень хорошее питание и что я сделал плюс еще добавлю здесь же что когда я начал вот так вот питаться по веганское и сыроедному то чуть не наелся бананами ну как то дело такое непростое это особенно вот в переходный этот момент этап и добавил я себе на этой неделе морковь и свеклу сыр и хотя бы хотя бы так лучше уж это чем чем сладкие фрукты пока хотя в общем то может быть и в бананах ничего плохого и нет но все-таки все-таки я пока какое-то время хочу побыть уж точно без без сладких фруктов и что в итоге получилось сделал я вот на этой неделе такое ощущение было у меня 1 1 половина недели было веганская вторая половина недели 33 дня третий день сегодня сегодня последние три дня сыроедные и в итоге что получилось аллергия ушла глаза не чешется ничего не чешется вот единственное остались сопли но это как бы это в общем то и хорошо потому что организм таким образом очищается и каким образом я вот выполнял процедуру очистительную очень почитал я книгу отрывок из книги ричарда шульца 30 шагов рекомендую ознакомиться очень хорошие у него книги есть 20 шагов и 30 шагов если не ошибаюсь как так они называются я приложу к видео ссылочки и там написано как собственно выполнять эту процедуру ну понятное дело то что я и до этого много раз читал об этом смотрел и знаю но еще раз вспомнил как бы и в этот раз я сделал интересно сделал прям вот несколько раз подряд 44 раза подряд первая была с чистой водой из-под обратного осмоса 2 тоже с чистой водой из-под обратного осмоса третье вода плюс небольшое количество лимонного сока и четвертое заключительное это тоже вода и небольшое количество лимонного сока и плюс еще травы зелень выжатый сок из дикоросов ну про зелень я чуть позже расскажу в итоге в итоге плюс еще как я вижу это помогло мне ну вот перейти в каком-то смысле сейчас пока на сыроедную диету и я сейчас пытаюсь по максимум включить много много разных оздоровительных практик ну для того чтобы такой был супер эффект пока идет хорошо по поводу того что все таки хотелось есть и я вот вспомнил реки ричард шульца говорил то что если хочешь вот нас про соковое питание он как говорил если хочешь есть выпей воды хочешь есть выпей отвар какой-нибудь кружку отвара хочешь есть выпей сок и я пользовался вот этим правилам хотелось есть я либо воду пил потому что сок нужно делать как-то вот так вот быстрее воду пил потом заваривал себе отвар и пил отвар и и в итоге помогало также интересный момент отмечу то что наелся вот сегодня например вот действительно хотелось есть и я ел сырую еду овощи гречку пророщенную перемолотый лен и и наелся давно такого не было даже не помню чтобы когда такое было чтобы я сырой едой наедался вот и это очень приятно когда такое ощущение ппп появляется поел и все вроде как можно что-нибудь еще поделать потому что обычно обычно вот как-то хочется что-нибудь больше 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 и и вот это вот интересный хороший знак так что еще по поводу вот зелени зелень я сейчас пользуюсь дикоросами разными видами зелени которая растет в лесу слушал на этой неделе ричарда шульца у него есть видео и ну она правда на английском есть прям серия видео где он рассказывает все его методики такие там видео по где-то по часу по полтора около 8 штук вот если кто знает английский язык рекомендую это очень очень полезная информация это наверное одно из самых лучших что я слышал по на натуропатии и что вот ричард шульца рассказывал по поводу зелени по поводу зелени которая растет рядом с тем местом где мы живем ну это опять таки для людей я тут оговорюсь что это не всем подходит да то есть если есть какие-то неполадки со здоровьем то вот так вот зелень есть абы какую наверное не стоит но с точки зрения себя я просто про себя расскажу то что вот использую сейчас я сейчас покажу даже использую следующие виды зелени вот это вот сныть крапивы у меня здесь нет ну крапиву я думаю все знают немножко одуванчика ну преимущественно сныть и крапиву немножко одуванчика он горьковатый немножко лопуха немножко подорожника немножко совсем немножко чистотела он ядовитый но очень обладает хорошими очистительными свойствами плюс еще вот если не ошибаюсь это купырь лесной ну либо что-то похожее на него но я вот такую травку ел и вроде как все в порядке главное не перепутать с папоротником говорят что папоротники такие ядовитые и плюс еще попробовал вот такую вот травку не знаю что это такое не знаю как называется сначала попробовал листик потом 2 и все в порядке было и начал тоже по немножко вот такую вот добавлять травку такой у нее приятный слегка сладковатый может быть немножко какой-то мятный оттенок какая-то такая интересная тоже травка вот еще у меня есть денежное дерево которое я хочу заменить на что-нибудь более съедобное на алоэ и чтобы просто так вот денежное дерево не выкидывать я попробовал тоже кусочек листика может быть съем его впоследствии какой тут лежит принцип вот как рассказывал ричард шульц и чтобы понять какие травы съедобны какие травы не очень съедобные что нужно понимать но опять-таки еще раз повторюсь на всякий случай то что речь идет о здоровых людях а то есть вот это вот применять лучше людям только здоровым и тем кто взял ответственность на себя на то есть если что-то случится с ними то они будут ответственны они кто-то другой какой смысл смысл в том то что нужно пробовать вот как допустим собаки или как кошки да вот говорят то что у них там генетически заложено то что собаки или кошки знают какую трав можно есть какую нельзя то есть как получается они умнее людей что ли люди не знают вот и у меня тоже такое сознание было то что можно пробовать я вот или ричал ричарда шульца слушал он после это впоследствии чуть позже сказала это озвучил и я даже вот как-то предвосхитил это и сам тоже понял то что можно пробовать и допустим касательно вот трав вообще трав которые опасные их не очень много большинство трав ну насколько мне известно насколько я вот читал слышал они не ядовитые и соответственно как можно отличать на вкус если травка нейтральная либо сладковатая значит все в порядке если горькая значит ну и вот как в книжках по выживанию пишут то что если горькая то сразу изо рта нужно вытаскивать мало ли чего но с другой стороны если человек опять-таки здоровый то небольшое количество горьких трав например таких как полынь ну и других горьких трав ему пойдут на пользу вот если именно в терапевтических целях их использовать так что в этом смысле можно сказать то что и скорее всего ядовитые травы они тоже ну вот как вот например чистотел тоже считается ядовитый вот но в терапевтических дозах она скорее всего эти травы скорее всего тоже идут на пользу вот и какой принцип принцип для того чтобы понять какие травы съедобные нужно их пробовать вот и постепенно сначала ну как вот я вот для себя решил небольшое количество там пол листика попробовал к вечеру там все в порядке например на следующий день попробовал два листика все в порядке ну значит еще через день можно и веточку съесть ну и посмотреть так и впоследствии можно будет если все будет хорошо то можно будет прям такие охапки как сныть и набирать и тоже использовать потому что потому что ну как бы сныть только только сныть и есть она это как-то скучновато вот это касательно дикоросов дальше дальше у нас замечательно продолжает работать чат чат чеснок благодарю всех участников и на этой неделе вот там была переписка по поводу закаливания то есть нужно закаливаться какой смысл смысл такой то что когда человек обливается холодной водой либо находится под воздействием холодной воды то после воздействия его температура кира тело увеличивается до 42 градусов вот и при этой температуре кандида очень хорошо выжигается из организма поэтому надо закаляться и я вот на этой неделе начал и сопли кстати говоря может быть вот из-за этого тоже продолжают все в большем количестве как-то выходить потому что еще заодно и немножко простудился но тем не менее это хорошо плюс еще сейчас у меня сыроедная диета я это все сейчас в одну в одну кучу хочу закинуть для того чтобы иметь максимальный эффект вот как бы сопли пусть идут простудился так простудился пусть это все выходит вот и вот касательно энергии сегодня третий день у меня сыроедения сегодня прекрасная энергия я бегал как никогда давно так не бегал хорошо и вообще целый день энергия много всего сделал целый день можно сказать держится открытое окно единственное вот в середине дня поспал вот так практически целый день держит держится открытое окно еще по поводу вот ричарда шульца есть у него так называемый метод холодной простыни я пока его еще не делал тоже вот в чатике чеснок обсуждали а как мне видится вот этот вот метод один из самых мощных способов для того чтобы почистить организм от грибков как мне видится он мощнее чем голодание мощнее чем чем в любые очистительные практики я ссылочку тоже на этот метод приложу он находится его описание находится в книге ричарда шульца 30 шагов вот но к этому методу я тут его не буду рассказывать к этот смысл такой то что очень много нужно готовиться подготовительных всяких вот покупать всякие особенные травы процедуры делать определенные то есть это вот по времени занимает около суток вот и нужен еще партнер то есть вот одному этот метод на себе реализовать не получится и я попробовал поискать какие-нибудь клиники ну или в принципе вот где могут делать помогать делать такой метод холодной простыни вот ничего такого не нашел поэтому надо нам друзья как-то объединяться и вот попробовать этот метод сделать сначала один другому поможет потом другой поможет потом наоборот и таким образом я думаю то что можно будет очень хорошо почиститься от грибков еще тоже заодно скажу вот интересный момент я не знал слушал ричарда шульца про сказал рассказал про что помогает двигаться лимфе на для того чтобы очищать тело от токсинов я все время думал то что лимфа двигается при нагрузках физических при движении ну она так есть вот что самое эффективное самое самое большое влияние оказывает на движение лимфы вот интересно было мне услышать то что это глубокое дыхание на первом месте дальше растяжка но соответственно сюда же идет йога потому что в йоге много разных растяжек и стойка березка это вот к вверх ногами стоять перевернувшись и лимфа тоже получается как-то двигается ну и соответственно дальше уже движение бег физкультура активность физическая так что век живи век живи век учись глубокое дыхание но нужно вырабатывать привычку не вот как-то я как-то я глубоко дышу только тогда когда читаю про то что глубоко дышать полезно а вот как-то надо прям какой-то будильник себе ставить что ли и и каждый час там по вот и в книжке кандидо кьюр тоже пишут то что ан борч пишет то что нужно глубоко дышать потому что с дыханием через тело выходит очень много токсинов и вот нужно себя ловить на мысли каждый час там делать 10 глубоких вдохов надо как-то надо это как-то внебрить на этом буду заканчивать благодарю за внимание и желаю нам успехов на пути к здоровью к здоровью благодарю за внимание это это HBO 6 новые co на х